15 часов 4 минуты московское время от двух до пяти с евгением сатановским и сергеем корнеевским салам алейкум здравствуйте у нас так и хочется ответить малейкум серям вот по вашему по турецку что у вас происходит там и съезды партии и что такое нет иван стародубцев а кто не знает что в эфире иван стародубцев кто не знает может московский комсомольство посмотреть там вообще-то пишущий он еще не только разговаривает здравствуйте и все равно а чего происходит в стране вашего частого пребывания турции там просто несутся события о кирезвые кони но дело в том здравствуйте во первых я тоже кинулся в не сказав добрый день не салям алейкум не молеку садам значит еще раз здравствуйте действительно события в турции они развиваются настолько быстро что нам никак не удается что нам никак не удается начать последующую передачу с того с чем мы собственно закончили была такая мысль что мы поговорим о российско-турецких отношениях о том как кризис повлиял о том что произошло за пять месяцев после того как вот эта трагедия с российским бомбардировщиком случилось но события внутриполитические они они заставляют нас и все-таки отвлекаться и обращать на них внимание ну во первых в хронологическом порядке состоялось второе чтение закона о снятии депутатской неприкосновенности и опять же как мы и предполагали партия справедливости и развития правящие она не только набрала требуемые голоса для референдума но и получила голоса для того чтобы принять эти законно законодательные поправки в стенах межлица то есть мы видим такой математический парадокс фракция партии справедливости и развития ее численность парламенте составляет 317 человек поддержавший ее фракция националистов располагает 50 извините 40 местами 317 плюс 40 у них получилось 376 это какой-то парадокс вот это то о чем мы говорили на предыдущей передачи все дело в том что народным вот этим республиканцам партия татюрка так неудобно с курдами что кто-то возьмет да проголосует вот кто-то взял проголосовал в очередной раз подтвердив все то приятное и скорее даже не очень что говорится в адрес республиканцев то есть получили они 376 голосов а это значит что для внесения конституционных поправок совершенно не требуется идти ни на какое народное волеизъявление все спокойно фиксируется в меджелисе и чисто теоретически четверть меджелиса может может отправиться давать показания ну это теоретически теоретически а практически он практически да вот сегодня уже точнее вчера меркель которая гости сейчас в стамбуле сказала что ее сильно беспокоит что четверть турецкого парламента могут попасть под действие вот этой законодательной инициативы ну демократично же на самом на самом деле она сгущает краски дело в том то что большие сомнения вызывает что отправиться давать показания именно вот эта вся четверть скорее всего в первую очередь законопроект затронет именно курдскую часть а у них то всего то дел на всю фракцию ну так и всего то да и всего то да из 59 50 человек они они вполне так сказать они вполне вписываются в этот законопроект но самом деле вполне даже не расизм чистая демократия и здесь если если пытаться как-то прогнозировать дальнейшие шаги здесь у правящей партии у президента эрдогана возникает очень большая свобода для маневра то есть ну как вариант он может вполне спокойно сказать что не к лицу турецкому миджлису тот факт что четверть депутатов они теоретически попадают под действие этого законодательного акта значит вполне можно объявить досрочные перевыборы досрочные перевыборы это значит курды пролетают но и вылетают судя по последним социологическим опросам курды в этом миджлис и представлены не будут а соответственно получается не просто однопартийное правление партии справедливости развития получается ситуация когда они могут и новую конституцию не выходя из стен парламента принимать что интересно то как а всего то дело в одной законодательной инициативе и главное что опять же канцлер германии анджела меркель вольная или невольная она сработала именно вот на вот этот вот сценарий когда сказала что нас беспокоит демократия четверо депутатов ну что в рамках демократического процесса по оздоровлению парламента вполне могут быть объявлены досрочные выборы как грамотно сработано какие царедворцы грамот на них до эти люди еще нас чем-то обвиняют да действительно и народная республиканская партия к себе вызывает уже уже столько вопросов что совершенно непонятно как ее лидер калыч дар улу собирается на них отвечать то есть партия которая находится в жесткой оппозиции правящей правящей власти как она могла поддержать хоть кто-то из них нарушив партийную дисциплину поддержать этот законопроект а как его принимали как положено в двух чтениях сначала в общем а потом постатейно то есть придраться мне чем не нет просто процедура на в турции все соблюдается четко это это касается начинают это касается всего начиная с бытового уровня до серьезных вещей я приведу простой пример к примеру детский сад это я не про парламента это я это я немножко на бытовой уровень спускаюсь детский сад турецкий 50 мест 55 желающих каким образом выбираются те кто в этот детский сад попадет значит приглашается нотариус делается лотерея в присутствии нотариуса все официально протоколируется результаты публикуются вот это да и это начинает это все начиная с бытового уровня поэтому конечно никаких процедурных вопросов быть тут не может интересно то есть ну все что может она в другой плоскости естественно межфракционная борьба она ведется совершенно в иной плоскости но помимо вот этого события воскресенье случилось то что и должно было случиться прошел второй в истории правящей партии внеочередной съезд ее и совершенно неудивительно что без скажем так без каких бы то ни было по выбору вопросов победил бен али елдерым из 1411 делегатов 1405 проголосовали за а 6 каким-то образом умудрились испортить свои бюллетени так что они просто были признаны недействительными совершенно в общем в общем то это совершенно не у не удивительный результат немножко конечно удивила атмосфера этого события не дали как сегодня вышла статья в московском комсомольце где где я написал что год от года изображение эрдогана который вывешивается на подобных мероприятиях на флаге она поднимается все выше и выше с тем чтобы наконец стать вровень с тем флагом который традиционно вешается с изображением основателя и первого президента республики мустафы кемали ататюрка вы это не фигурально это вот реально так и есть нет ни чего фигурально чуть-чуть от поднимает да не фигурально в 2000 еще это важно но в 2009 году флаг эрдогана еще немыслимо было представить себе на одном уровне с изображением ататюрка понятно зафиксировано зафиксировано лично он сбоку он чуть ниже но вывесить вровень невозможно ленин на деньгах открывая отчет о прошедшем съезде правящей партии я убедился что теперь реже птайп эрдоган находится не только вровень с мустафой кемалем ататюрком у славного турецкого генерала и безусловно выдающейся личности появилось еще два новых соседа значит читаю слева направо ататюрк эрдоган даут углу бен али илдеры они все вывешены рядом с ним на одном уровне слева флаг турецкий справа вот это вот этот символ правящей партии справедливости развития вот это вот ярко горящая лампочка вопросов вопросов конечно здесь возникает в этой связи очень и очень много то есть получается что реже птайп эрдоган уже достаточно уверенно себя чувствует для того чтобы делать такие во всех отношениях знаковые решатся на святое да вот сергей спросил серьезно я или несерьезно просто понимать здесь надо кто такой мустафа кемаля татюрк не в историческом плане а с точки зрения народной памяти турецкой ну ленин да он ленин да не ленина сталин дело в том дело в том то что любовь народная к ленину и к сталину она не пережила смены курса ну как вам сказать ну да сталина да а ленина то вполне статуи мавзолей до сих я имею ввиду не в плане тех символов которые он за собой оставил митрополитен имени ленина или там библиотеку имени ленина я имею ввиду именно народную память народную любовь которую которую он не пережил все таки курсы курс сменился и соответственно и общее такое речи речи речевки сменились в его отношении с ататюрком же ситуация обратная как не пытаются скажем размягчить его образ преподнести его в виде живого человека ведь из него довольно долго делали идола и его допустим личная переписка какая-то она она засекречена военными и до сих пор эта тема эта тема эта тема совершенно запретная рассуждать на тему рассуждать на тему ататюрка а уж тем более не дай бог какие-то фильмы снимать где он где что-то говорится будет про его личную жизнь а ним нет фильмов вообще есть как и как раз вот года три или четыре назад был был фильм как раз где вот эти моменты затрагивались и была очень жуткая критика со стороны зрителей как могли допустить как могли допустить хочешь чтобы хоть что-то про любого любимого лидера просочилась ты приходишь в любой офис любого чиновника или любого даже частного предпринимателя на стене обязательно ататюрк если мы говорим о чиновниках то есть ататюрк выполненный в зимнем портрет где он там в пальто с меховым воротником в шапке а есть изображение летние ну фотографии человеку он был в шордах ярок ну в костюме в легком костюме человеку он человеку он был безусловно лидер харизматичный один из самых выдающихся лидеров 20 века талантов у него много было много но и он вы знаете что допустим он сам проектировал как бы это сказать разрабатывал костюмы он был страшным модником по его лекалам ему же и костюмы шли шили и фраки шили неожиданно когда у него время на это было вот вот это честно говоря тоже у меня возникает этот вопрос когда всякий раз когда попадаю в мавзоле ататюрка когда вижу его личную библиотеку вижу вопросы которыми он интересовался потом там есть большая галерея и в каждой галереи ответвление в каждом ответвлении описывается та или иная реформа которую он провел там раскрепощение женщин востока или там переход с арабского с арабской вязи на латинский алфавит и так далее так далее то есть и вот и вот это все в народной памяти оно живо и вычеркнуть как-то как это вычеркнуть но совершенно невозможно я помню 15 лет назад когда впервые я попал в турцию и там же попался попался на глаз за маленькой девочки я было ей ровно лет десять а так снизу из-под косичек посмотрела на меня внимательно спросил а ты любишь ататюрка и так это было внимательно сделано и я понял что конечно информация правильный ответ дорого обойдется информация конечно ататюрки у меня была тогда намного более скудная чем сейчас и но я посчитал что лучше ответить да коротко и чё девочка удовлетворилась и в общем то доверие было ее завоевано а он забальзамирован ататюрк нет мавзолей ататюрка он имеет совершенно иную конфигурацию он похоронен в земле под мавзолеем то есть вот никаких вот этих наших да египетско-фароновских штук мавзолей ататюрк он чисто архитектурно он совершенно другой чем в зале ленина это это огромная территория это огромная территория то есть как китайский император главном здании в главном здании где-то под полом главного здания находится 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 гроб с телом ататюрка в земле а само из себя здание представляет огромный сад огромную территорию из никаких экскурсий там экскурсий с видами вождя посмотрите как выглядит нет 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 этого нет конечно от ленина там единственное что они сделали это они провели видео поставили видеокамеру в этот зал где внутри где лежит его гроб под под мраморным полом и там и там идет постоянно то что это открытые со стеклом нет нет он земля правда это все таки вопрос о захоронении ленина и как можно сделать все таки то чтобы и память о лидере вашей революции была ничуть не меньше но вы не превращали это в некую пародию на язычество и самое главное что там четко и доступно объясняется вот война за независимость вот так мы и в ней победили вот были такие реформы от года к году вот как ататюрк их проводил поэтому вот этот вот вопрос на тему флаг повесить рядом или чуть сбоку или чуть снизу для турок имеет совершенно принципиальное значение и как рискнули ну мало того что рискнули а теперь получается что все премьер-министры турции последнего времени последнего времени мы же не говорим о всех вообще не о тех кто возглавил турцию после ататюрки да и ныню и смета и ныню никто и нет никто его так не вешает так что давайте все-таки говорить о том что есть ататюрк есть режепта и парадоган и его премьеры и его премьеры и вот этот вот праздник демократии который случился недалее как воскресенье где единогласно все проголосовали за бен али елдырым он прямо таки был пронизан атмосферой верности делегатов президенту режепта и по эрдоганов и тому делу который которые он той борьбе точнее которую 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 он ведет за будущее страны за принятие новой конституции ну там там было очень много всяких разных слов было зачитано обращение от эрдогана делегатом опальный президент гюль обратился к делегатам а он все-таки опальный но с тех пор как он не пошел на второй срок как президент он как-то оказался вытесненным из из родной партии потом он написал еще книжку по поводу своих трений с эрдоганом чем вызвал свою как-то критику в свой адрес даже помните я даже на нее рецензию на эту книжку писал все-таки пришлось ознакомиться что там у них что там у них приключилось но сейчас не об этом речь выходил вышел даже ахмед и давут углу вот это конечно это конечно было зрелище ну прям скажем печально то есть он расстроен и не может скрыть это ну во первых они вот сидели если вы если посмотреть видео как все это выглядело значит сидел бин али илдерым сидела рядом ахмед давут углу у каждого было по так сказать по противоположную руку были их жены но друг на друга они не смотрели в глаза друг другу не смотрели и я вроде бы одну и ту же партию как будто между ними вот знаете поставили такую стеклянную стену вроде он есть а вроде его нету но самое главное что что удивило очень многих обозревателей особенно оппозиционно настроенных что ахмед давут углу вышел и он говорил полчаса то есть с точки зрения логики такой бытовой обычного человека вот ну попросту тебя ушли ты выходишь если уж по каким-то причинам тебе на эту сцену надо выйти и действуешь по формуле встал поклонился ушел и вдруг и ты говоришь буквально несколько рубленых фраз спасибо вам был рад совместно совместно работать и так далее говорил он ровно полчаса почему поддерживал опять же говорил слава в поддержку реже патаипа эрдогана говорил о том напоминал своих достижениях которые были у него на этом посту ну вызвав тем самым опять же всеобщее удивление вот 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 что это было но это с точки зрения нормальной обывательской логики с точки зрения логики аппаратный я так вижу что это можно назвать таким словом знаете жаргоном отскочил это называется отскочить вот сегодня ты проиграл но ты подтверждаешь в действующем резерве ты позиционируешь себя на патрон ты еще в обоими и готов в любой момент выстрелить вот ахмед давут углу занял такую вот прямо прямо скажем прямо скажем позицию коту которая была встречена не шибко любезным образом со стороны оппозиции что на что еще обращает внимание это то кто как меняется манера выступления людей когда они в турции становятся премьер-министрами они почему-то начинают сразу кричать значит ахмед давут углу профессор интеллигентнейший человек как только стал премьер-министром снял галстук начал засучивать рукава и говорить очень громким голосом и копируя манеру вполне определенного человека и кто это ну ладно если это эрдоган то можно понять да если это но они даже выглядят по-разному но тем но тем не менее манера кардинально изменилась и когда вышел бен али елдырым на эту сцену и послышались вот эти знакомые нотки ну оставалось только всплеснуть руками что же с людьми делает кресло премьер-министра и дело в том что он сорвал голос то есть не привык его голосовые связки у его голосовые связки не выдержали он был просто это 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 просто это просто совершенно было удивительно чудо человек вышел не разогретый явно и голосовые связки связки ему отказали и и что он замолчал он попытался перейти на свой обычный тембр там тоже и они его эти голосовые связки скажем подвели надо было хлопнуть конечку я даже знаю почему лет путин евгений я бы интересная теория а кто еще мог это сделать но но тем но тем но тем но тем не менее он оратор опытный он сказал что вы видите голос мне отказывается служить но мы что-то в таком духе он это завернул что мы все равно не взирая на все трудности мы продолжим и так далее то есть то есть то есть из этой ситуации он тоже вышел с высоко поднятой головой ну и потом этот партийный съезд ознаменовался тем что обновился обновился полютбюро правящей партии из 20 из 50 человек ее состава 26 человек новых слушайте ну прям вот причем причем что характерные имена все больше такие неизвестны они не известны не только широкой публике в россии она немало известно мне и не очень известны российской публике и когда спросили кого то из турецкой публики они тоже не сильно широко известны синий кого-то спросили из депутатов отправящей партии дать комментарии поэтому поводу что же мы этих людей как-то не очень знаем ну сказал что мы кузница кадров это большая школа чувствуете какая партия партия полютбюро это школа это школа не партия школа это полютбюро это школа у меня есть их все равно не знают мы не можем туда по песне высоцкого сработать у нас в туркмении любой второй эталай даже хамени там может быть мы могли бы туда раз их все равно никто не знает подобрать в наших соответствующих регионах свое полютбюро и провести его ну тогда тогда точно теория теория заговоров ваша воплотиться а возглавит шойгу который всегда возглавляет что-то что кончается успешно вы бы состоялись выборы выборы полютбюро и тут же в темп буквально этим же вечером воскресным вечером бен али елдерым получил полномочия от президента по формированию кабинета не прошло буквально интересный вечер с бен али елдерыма и не и не прошло буквально дня как был опубликован состав правительства опять же там было очень много удивления удивлялись все удивлялась оппозиция и опять же почему они они люди конечно не известные люди они люди которые вот эта оппозиция они неприятны они ерничают они они подхалывают шутят конечно конечно это все народный фольклор конечно все это неправда но шутка была такая что бен али елдерым наверно тоже удивился когда увидел состав этого правительства они намекают на то что там уже все теперь они уже намекать они уже намекнули они уже они уже более чем да это не намек это прямое это прямая прямая строка там за такие намеки да вот но самые главы самые главные люди они остались в строю на месте остался министр иностранных дел, на месте остался министр энергетики, на месте остался министр энергетики, министр иностранных дел, там у них ещё... И они замерли. Да. Слушай, а кто ещё остался? Министр обороны остался? Министр обороны, конечно, остался. А почему, конечно, тут в таком раскладе может быть всё. То есть, главные люди на самом деле в обойме остались. На самом деле, у меня такое ощущение, что главный человек, который там в обойме остался, это один-единственный человек, и мы все знаем этого человека, это Эрдоган. Всё остальное, это всё-таки, мне кажется, уже теперь приложение к Эрдогану, несмотря на сохранение демократической системы, потому что это всё уже напоминает Римскую империю, когда есть император, да, конечно, есть сенат и всадники и много чего другого, но как-то в конечном счёте остаётся только император. На самом деле ведь турки не случайно себя очень часто позиционируют как реальные наследники Рима, о чём у нас мало кто говорит. Но они считают, что правоприимники Римской империи и Византии – это именно они. – Ну, они сидят ровно на этом месте вокруг, ровная руина этих дворцов и цирков, и как-то так у них есть для этого, похоже, все основания. Так же, как и у нас, сейчас будут, видимо, основания прерваться на новости. – Да, опять 533 Вести для ваших вопросов. У нас в гостях политолог по Турции Иван Стародубцев. – А у нас в гостях политолог по Турции Иван Стародубцев. – На самом деле, мы в перерыве обсуждали некоторые вещи, связанные с тем, что в эфире прозвучало. Фактура той Турции, которую я сейчас слышу, мне она неизвестна. Я всё-таки в Турции бывал вскользь, и меня не спрашивали девочки, а любишь ты, дяденька, товарища Эрдогана или нет? У меня это вызывают ассоциации, реальные ассоциации с теми там, какими-нибудь 20-е, 30-е годы. А ты, дяденька, иностранец, Ленина любишь? Ну или Сталина? Помните? – Нет, я… – Маленьких девочек, которые у нас… – Не помните, я это время не помню. – Нет, ну вот такие девочки на руках у Юсифа Виссарионовича. Вот как-то так вот очень похоже. – Но вот вы знаете, дело в том, что если мы говорим об Ататюрке, природа вот этого феномена, она, мне кажется, несколько иная. Дело заключается в том, что турки сами по себе очень благодарный и очень памятливый народ. – Ну, национальный герой? – И он национальный идол, национальный герой. Мужчины его считают харизматичным, женщины-привлекателем. И наоборот. – А американские дипломаты называют его альфа-самцом, как нашего президента? – Ну, а американским дипломатам ума хватает и не такое сказать. – Или написать. – Или написать. Турецкий народ, он благодарный, он помнит, что Ататюрк сделал для страны, он страну спас. И он вывел её на ту дорогу, по которой она ровно до сих пор шла и демонстрировала ровно настолько, насколько это было возможно, демонстрировала неплохие успехи. – Ваня, почему тогда можно на один уровень вешать флаг, да ещё сажать помимо себя президента Эрдогана, ну, предположим, безумно заслуженный, да, действительно человек, ещё и двух соратников? – Почему можно, это отдельная тема, но показателями является то, как реагирует на этот народ, а народу это не очень нравится. – Не нравится народ? – И как этот народ реагирует? Ладно, ему не нравится, и чего? Ну, не нравится, не нравится, горько заплачь, иди отсюда. – Откройте социальные сети, почитайте, посмотрите, что на эту тему, что только на эту тему не написали. И память турецкого народа в плане Ататюрка, она неистребима. – А вопрос, хорошо, Эрдогену это всё равно? – По поводу того, что в Твиттере что-то написали, у него есть свой электорат, 49% это будет, или 52%, рейтинг президента, он где-то на вот этом уровне находится в стране. У него есть этот электорат, и ему с этим электоратом комфортно, и электорат его поддерживает. – И вот этот электорат приемлет такого рода изменения? – Ну, атмосфера всеобщего праздника, стены Конгресс-центра, она не покидала. – Интересное кино. – Вы имеете в виду, вот когда делали вот этот закон? – Нет, это я не про закон, закон делали в Меджилисе, а я говорю про Конгресс правящей партии, который в воскресенье, недалеко как в воскресенье состоялся, и там было зачитано обращение президента, где он сказал, вы знаете, чисто юридически я не с правящей партией, ну потому что по закону президент беспартийный. – Ну, как и наш президент. «Но сердцем я, сердцем я с вами», цитата почти дословная, «и надеюсь, что я сердцем с вами и останусь». И когда зачитывалось это обращение, весь зал встал. А у меня перед глазами другая картина, и датирована она где-то 2007 годом, когда мне довелось попасть на мероприятие, памятное в оперу, где игрались любимые пьесы, любимые музыкальные композиции Мустафы Кемали Ататюрка, и по протоколу на этом мероприятии должен был присутствовать президент, тогда это был Гюль, и он зашёл в зал, и половина зала встала, а половина зала, состоящая в мастерство из военных, демонстративно не встала, когда вошёл президент. Ну, в общем, такого в это воскресенье мы не наблюдали, когда зачитывали обращение Режепа Таипа и Эрдогана, встал весь зал. Я боюсь, что если кто не встал… Ну, это же всё-таки разные вещи. Разные президенты. Нет, вы описываете то, что там не было единой партии, а тут одна и та же партия. Я полностью с вами согласен, я не провожу здесь параллели, что это одного ранга или одного, скажем так, типа мероприятия, конечно. Но, тем не менее, есть такие места и аудитории, где демонстративно при вхождении президента в зал турецкие люди не встают. Имеют право. Выражая тем самым отношение к тому, что происходит в стране. Вот, да-да-да, на всемирных христианской организации, на форумах Сахнута, когда приходил президентом Шимон Перес, помнится, я сидел демонстративно выражая отношение к Шимону Пересу. А было такое. Американцы прямо аж вертелись от изумления. Ну, было такое. В данном случае, когда мы говорим о Мустафе Кемале Ататюрке, может случиться та же вещь, что случилось и с военными в Турции. Дело в том, что Европа год от года пеняла военными, что у вас военные, что это антидемократично, давайте они уйдут с политической арены. Они ушли. Пенала, пенала их. Аналогичная борьба ведётся и с образом Ататюрка. Ну, как это? Кем? Европейцам? Конечно. Конечно. А, пардон, им какое дело? Очень, нет, ну, это же признак авторитаризма. Вы сотворяете себе идола, и вы этому идолу поклоняетесь. Какие же прихотливые у европейцев проблемы. И как-то даже и не жалко уже. Ну, какие бы проблемы у них не были, Меркель в понедельник попала опять в Стамбул. Это уже пятый её приезд. Зачастила, да? За этот год. Там сейчас проводится первый международный гуманитарный форум. Ну, а заодно и на полях обсуждалась визовая проблема. Понятно, что отмены виз в ближайшее время не состоится, но мы уже обсуждали в предыдущей передаче, что Турции сами по себе эти визы не нужны. Символ. Европа, если она думает, что она вот такой вот, скажем так, уловила такую потребность Турции в актуальной теме, и она вот сможет с этим, с помощью этого рычага решить вопрос с беженцами, она заблуждается. Режеп Таип Эрдоган чётко сказал, что мы не будем менять законодательство о терроризме. Мы с ним боремся. Какая-то Европа, получается, сильно уступающая Турции с точки зрения прозорливости и дальновидности политики. Ну, коль скоро Меркель, она уже встала на эти рельсы, понятно, что ей очень трудно с них сойти и отыграть назад, сказать, что, вы знаете, я ошибалась. Я зря я в это втянулась. Что? А ей сколько осталось? Меркель. Мучить Германию и Европу. Года два еще. С собой. Ну, то есть, она ещё успеет раз 20 съездить в Турцию, и окончить. Раз 20 минимум. Не, ну, 5 месяцев в этом году, вот, 5 раз уже была. То есть, раз в месяц она попросила. Пока 190 тысяч беженцев пришло. Единственное, она не поехала, не знаю, по каким причинам, на церемонию выдвижения города Килис на Нобелевскую премию мира. Я не знаю, мы это обсуждали или нет, вопрос. А это-то при чём здесь Меркель? Ну, как вопрос беженцев, он сейчас обсуждается двумя сторонами. С одной стороны, это Турция, как, получается, такая буферная зона или транзитная территория, и Германия, которая сверхдержала в Европейском Союзе, она ведёт от Европейского Союза вроде как переговоры. Да всё равно во всём виноваты мы не выбили бы армию оттуда, из Восточной Германии не было бы Меркель канцлером, не бежали бы в Европу беженцы, и вообще много чего бы не было. Ну, что делать? Иван, а вот понимают турецкие граждане, что сейчас у них практически идёт к однопартийности дело, да? И к какому-то авторитаризму. А зачем к однопартийности? Дело в том, что, опять же, мы уже говорили на эту тему, в Турции не столь сильны позиции правящей партии, сколько слаба оппозиция. Оппозиция не может ничего предложить своего электорату. Не уничтожает. Они есть партии. Партии есть. Вы виноваты, что они не могут выиграть. Никто им не запрещает выступать на выборах. Ни о каких фальсификациях речи не идёт, они проигрывают. В честной борьбе, в конкурентной. В честной конкурентной борьбе – это отдельная тема. Использует ли правящая партия административный ресурс? А кто его не использует? Ну, а вот Евгений Янович сказал, и я сделал вид, что я не собирался этого сказать. Да, хорошо. Кто в мире не будет использовать административный ресурс, если он у вас есть? И почему этого нельзя делать, если это делают все? Это мне очень напоминает то, что сегодня сказал депутат правящей партии, когда всплеснул руками и сказал, а скажите, а как президент, который вышел из правящей партии и справедливости развития, и более того, её основал, но как он может быть в одну секунду оказаться беспартийным? Ну, так получилось. И равноудалённым. Вот как это? Уже на уровне ДНК, на уровне памяти его. Но придираются, послушайте, а как быть? Тогда получается, если ты из партии, ты не можешь избираться президентом, так что ли? Нет, там не так. Ты можешь избираться президентом, но когда ты им становишься, ты должен порвать свой членский билет. Ну, всё, ты не в него. Положить его в стол, а он не порвал. Нет, порвал. Ну, он говорит, что… Ну, сердце, сердце, да. Ну, сердце не порвёшь. Сердце не прикажешь, да. Вот поэтому он сердце, сердце, сердцем режим Тайпа Эрдоган с партии, и они сейчас, по сути дела, будут фиксировать партийность президента. Ребята, интересно-то как… Ой, жить нам в этом интересном кино. И не один год, если не сказать, не одно десятилетие. Итак, Меркель непрерывно путешествует в Германию и на Турцию, и ей фактически пора уже быть турецко поданной, как Остапу Бендру. А Эрдоган, который фактически уже султан. Это Давут Аглу, который фактически ушёл от власти, оставшись где-то настолько рядом с властью, что по полчаса говорит. Беналий Илдарым, который, видите ли, я вот без перерыва в первый раз, не спотыкаясь, сказал это имя и фамилию. Вот как-то так это всё идёт к удивительному. Да, сделаем паузу на новости. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Иван Стародубцев, говорим о Турции. И, надо сказать, я слушаю, развесив уши, потому что очень много каких-то тонких, изящных деталей, о которых понятия не вижу. Итак, перед перерывом я произнёс, не запинаясь имя Беналий Илдарыма, это второе такое достижение после Грубангулы Мелли Кулевича Верды Мухаммедова в моей жизни. Теперь будем знать, что и с турецким руководством мы тоже можем, не запинаясь, разговаривать. Продолжаем. Ну, с турецким руководством можно говорить проще, достаточно сказать, Беналий бей, и, собственно, тем самым исчерпать тему уважительного обращения к человеку. А Эфенди, нет? Эфенди, нет, это не очень в ходу. Хорошо. Мы ушли на перерыв, когда Евгений Янович назвал Эрдогана султаном, и здесь надо внести некоторую ясность. Дело в том, что Режеп Таип Эрдоган пришёл всё-таки к власти всенародным волеизъявлением. Так и султаны приходили таким же. В рамках демократического процесса. И более того, сейчас, когда говорят они о конституции, которую они собираются принимать, и о переходе к президентской форме правления, вспоминают о лучших международных аналогах в плане, скажем так, президентских республик, которые в мире есть. И они говорят про Соединённые Штаты Америки, и за основу собираются взять именно эту модель. Поэтому понятно, что об Эрдогане говорят много ровно так, как, допустим, Владимира Владимировича Путина царём называют, а там Эрдогана султаном подишахом. Вот Евгений Иванович сидит, который написал, да? Если б я был русский царь. И портрет Владимира Владимировича на первом издании. Уже следующие другие были. Ещё 2-3 таких передачи, и я напишу книжку, чтобы было бы, если б я был турецкий падишах. Да. Падишах? Ну, как хотите, султан, падишах. Ну, ладно, осторожно. Царство славного салтана. Я и Пушкина, вы можете написать, потому что фактически после, на самом деле, Александра Сергеевича, вы второй человек, который так описывает толковую систему именно Турции. Хорошо. Иван, а вот в США-то, вы говорите, они берут за основу американскую форму, там нет премьер-министра. Там ничего нет. И правительством, то есть администрация президента вот так раз управляет. Ну, там госсекретарь вместо министра иностранных дел, там совершенно другой парламент. Я задам вам один простой вопрос. Построена огромная резиденция президента. Там, по-моему, насчитали, боюсь соврать, не возьмите за окончательную цифру, по-моему, 950 комнат или 1000 комнат. Два листа. И туда переехала администрация президента. И говорили о том, что она сейчас многократно укрепляется. Укрепляется в аппаратном смысле? В аппаратном смысле кадрово, их становится больше, их влияние растёт, если уже не достигла. А у нас нет 950 комнат, там, где сидит администрация президента. Думаете, нет? Да наверняка. Там комплекс из многих зданий. Старые здания ЦК, но они никакого отношения не имеют к тому, что взял новый дворец, построил, здравствуй, я администрация. Ну, дело в том, что старое здание резиденции президента, которое находится в районе Чанкая, она, в общем, действительно достаточно небольшая, она достаточно скромная и сообразно турецким амбициям, и сообразно вот этой новой модели, конечно, она не годилась. Понятно было, что куда-то им придётся переезжать. Там другой вопрос был, было очень много проблем с теми, кто сказал, что, вы знаете, вы бы выбрали какое-то место другое, опять мы возвращаемся к Мустафе Кемалеву Ататюрку. Это всё было построено на запретной территории сельскохозяйственного товарища, товарищества, которое Ататюрк подарил Анкаре. Долгое время и там и до сих пор существует торговая марка, опять же, не воспримите как рекламу молочных продуктов турецких, торговая марка, которая производит там йогурт и молоко, и всё это производится до сих пор под торговой маркой «Сельскохозяйственного товарища Ататюрка». Фантастика. Поэтому поставить на этом, таком очень ритуальном, памятном месте для Анкары резиденцию президента, ну, это был вызов. Ну, колхоз Завета Ильича, конечно, но, в общем, только немножко с своей спецификой. Но работающие до сих пор, производящие качественную продукцию, причём по вполне умеренным ценам. А у нас как-то нету. Вы имеете в виду, перечислено, что был Завета Ильича. И по умеренным ценам. Ну, да. Или колхоза Завета Ильича. Да, да, да. Хорошо, получается, вы имеете в виду, что сейчас отстраивается администрация президента, в конечном итоге просто могут убрать правительство? Она уже отстроена, и во многом она дублирует функции правительства. Но как между ними будет соблюдаться баланс? Ну, а как между ними будет соблюдаться баланс, если уже сейчас появилась информация о том, что президент собирается лично возглавлять заседание кабинета министров? А это обычно так не делается? Ну, если есть председатель правительства? Нет, нет. Но он может сидеть справа? Нет. Или слева? Президент имеет, по конституции он имеет право проводить заседание правительства в отдельных случаях. Ну, не все же. Ну, не все. Сейчас, сейчас речь идёт о том, что это всё станет нормальной практикой. Как там будет распределяться центр тяжести? Чего-то мне тут напоминает, когда Владимир Владимирович был во главе правительства, он с удовольствием их возглавлял. Но, кстати, когда стал президентом, то и перестал. Да. Тут у нас соблюдается всё-таки система. Так что, опять же, возвращаясь к теме демократичности или антидемократичности, конёк Реже Патаипа Эрдогана и его правящие партии заключается в том, что они побеждают и побеждают исключительно в рамках демократических процедур. И это означает, что их можно сколько угодно критиковать из Европы или не из Европы. Процедура соблюдена. Процедура соблюдается чётко. Всех послали подальше. Извините, пожалуйста. То, опять же, то, о чём мы говорили. Процедурный вопрос в Турции – это процедурный вопрос номер один. Ну, как в референдуме по Крыму. Соблюли процедуру. Дальше можно плакать сколько угодно. Вот это очень хороший пример. Ну, в Турции от детского сада до Меджлиса процедуры соблюдаются и до администрации президента. А говоря о президентской резиденции, ну, честно говоря, я всё в неё собираюсь попасть, в это здание. Туда что, пропускают? Дело в том, что туда проводятся экскурсии, я всё собираю на регулярной основе, поэтому можно туда свои документы отправить и туда попасть. Очень много разных слов было сказано на тему того, что вот в какой роскоши погряз президент Эрдоган. Вот честно говоря, я бы это поставил под сомнение. Почему? То, что я видел… А зачем? Нет, я подъезжал к этому зданию, я видел фотографии, я общался с теми людьми, которые занимались отделкой этого здания. Поставляли туда, не знаю, светотехнику или плитку, да всё что угодно. И все говорят об одном, что использованы были только отечественные материалы. Турецкие. Турецкие. Ну, конечно, турецкие, не российские же. Турецкие отечественные материалы. И всё делалось, в общем-то, достаточно нормально и скромно. А вот это всё раздувание… Ну, я говорю, я объезжал этот комплекс вокруг, я смотрел. Ничего такого сверхъестественного выдающегося на первый взгляд я там не заметил. Оппозиция, оппозиция. Ради красного словца они… Не пожалеют и президента. То есть, у Эрдогана, конечно, много грехов, но вот то, что он погряз в роскоши, это не один из грехов. Я думаю, что если сравнить с многими-многими другими режимами в мире, турецкий президент… А уж на Ближнем Востоке. Аскет практически, да? Аскет, не аскет, не аскет, но погрязание в роскоши, честно говоря, я там не заметил. Во всяком случае, всё в каких-то рамках соблюдается. Вот сейчас сына Бенали Елдерыма где-то в Сингапуре плохие папарацци сфотографировали, где он играет в рулетку. Такой скандал был. Сын официального лица. Но он на свои же небось играет. Нет, дело не в том, на что он играет, дело в том, что его отец, он отстаивает, он правильный мусульманин. А, мусульманин, да. А его сын играет в рулетку и вроде как даже там что-то пьёт. И вроде даже как… Вопрос, выигрывает или нет, уже не выигрывает. Вроде не швепс. Вот, поэтому это вызывает много вопросов. Ещё один простой пример – это мигалка. В Турции мигалка, она такая вот чисто символическая. Никто не пропустит никакую машину с мигалкой. Если, а, это не скорая помощь, б, если это не кортеж, может быть, первого лица, которого на улице вообще просто не видно. А как? То есть, сзади едет полиция мигалка в дорожном потоке, и никто не прибивается. Она не вскакивает навстречу. Едут слуги народа. Они слуги народа. Почему я должен там сместиться вправо, прижаться на обочине или на неё выехать, чтобы… А нет наказания? У нас, по-моему, есть наказание за это. Нет. Но штраф-то точно. Нет. Нет. Только скорая помощь. И в отдельных случаях кортежи, ну и то так. Пожарные? Ну да, вот пожарные. Но вы имеете уже экстренные службы. Какие-то экстренные службы. Вот это к вопросу о том, насколько там и если там начнут люди распихивать, люди… Я помню, как по случаю разных там лидеров, которые приезжают в Турцию останавливать дорожное движение, именно для этих лидеров, кто приезжает. Там, не знаю, Обама приезжает, перекрывает. Ну, Обама! Ну, там, конечно, турецкое общество начинает… Роптать. Роптать на эту тему. Ну, что же, как же так? Кто он такой, а кто мы, мы здесь живем, а он вроде как… Иван, ну у нас вот время подошло к концу, сделаем небольшую паузу. Спасибо большое. Но завтра встретимся. До встречи завтра. Иван Стародубцев, политолог по Турции, был у нас в гостях. Спасибо вам. Следующий гость у нас Георгий Старостин после новостей.